ПЕСНЯ Впервые в Российском центре науки и культуры в Праге прошел концерт солистов Воронежского государственного театра оперы и балета. Ведущие артисты театра лауреата международных и всероссийских конкурсов Евгений Белов, Оксана Шапошникова, Людмила Солот и концертмейстер Татьяна Мельникова уже демонстрировали свою программу в российских центрах Венгрии, Польши и Словакии. Мы попытались в сегодняшнюю программу включить самые известные произведения. Здесь были песни из кинолент знаменитых и из опер Арии, естественно, из оперет и, конечно же, русские романсы. ПЕСНЯ Воронежский театр оперы и балета в этом году открыл 56-й театральный сезон. За годы существования и плодотворной работы на базе театра сложилась своя балетная школа и одна из сильнейших оперных трупов России. У нас очень сильная, очень молодая, красивая, ну, вы знаете, талантливая труппа, которая может как бы ставить разные оперы, опереты, мюзиклы, ну, то есть работать в разных жанрах, в разных направлениях. ПЕСНЯ 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 Гастроли воронежских молодых исполнителей всегда проходят с большим успехом. Секрет популярности не только в прекрасном исполнении и насыщенной программе. ПЕСНЯ Русская кровь, русская натура, она нестребима. Это как, если есть маленькая клетка, да, где-то там внутри, она будет жить. И она будет всей своей какой-то такой внутренней своей сущностью, она будет тянуть туда. Да. И вот эта музыка, которая сегодня звучит, она ведь разных стран мира, так скажем, исполняют ее русские. Конечно, мы переломляем ее через собственную культуру. Композитор пишет в расчете не на конкретную национальную здание, не на конкретную нацию, и не на конкретный голос даже. Он пишет в расчете на душу, которая преломляет ее через собственную культуру, через собственное восприятие, через собственные социальные условия, и что-то из этого рождает. Совмещая вокальные техники, актерское мастерство и произведения разных жанров, Солисты Воронежского театра подарили зрителям РЦНК в Праге незабываемый музыкальный вечер и заряд творческой энергии на долгое время. Российский центр науки и культуры в Праге.